Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы приготовим всеми любимый пражский торт. Для коржей нам потребуется 2 яйца, банка сгущённого молока, 1 стакан луки, чайная ложка соды, гашёная уксусом и 3 столовых ложки какао. Замесим тесто. Итак, смешаем 2 яйца. Банку сгущёнки. Чайную ложку соды. Погасим сразу уксусом. Для выпечки я использую яблочный уксус. В эту же смесь добавим 3 столовые, полные столовые ложки какао. Коржи у нас будут насыщенного коричневого цвета. И добавляем стакан муки. И всё хорошо перемешиваем. Чтобы не было комков. Перемешать можно хоть ложкой, хоть миксером. Итак, вот такое тесто у нас получилось. Я размешивалась ложкой. Ну, как на оладьи. Достаточно такое густое. Теперь смажем кастрюльку сливочным маслом. Дальше присыплем мукой или манкой. Я маной тупой. Чтобы корж потом легко можно было достать. И получившуюся массу выливаем теперь в кастрюльку. Закрываем крышку. Выбираем меню, режим выпечка, 1 час. Итак, пока корж у нас печется, мы приготовим крем. Для него нам потребуется 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки какао, 2 стакана молока, 1 яйцо, 1,5 стакана сахарного песка и 200 грамм сливочного масла. Смешаем яйцо, сахар и муку. Высыпаем 1,5 стакана сахарного песка. Добавляем 1 яйцо и 4 столовые ложки муки. Все хорошо перемешиваем. И постепенно добавляем сначала 1 стакан молока, потом 2 стакана молока. Вливаем 1 стакан. Когда это все хорошо растерем, добавим второй стакан. И поставим вариться на медленный огонь до закипания. Размешиваем таким образом, чтобы не было комков. Вливаем второй стакан молока. Еще раз хорошо все размешиваем. И ставим на медленный огонь. Как только начали появляться пузырьки, сняли с огня. Видите, крем у нас уварился. Теперь необходимо его остудить. После чего добавим масло, какао. И будем взбивать. Прошел час. Посмотрим, что у нас получилось. К зубочистке ничего не прилипает. Достаем его обычным способом и дадим остыть. Так, пока бисквит остывает, крем у нас уже остыл. Мы его перекладываем в емкость, где будем взбивать вместе с маслом и какао. Добавляем в эту смесь 4 столовые ложки какао. Крем у нас должен получиться насыщенного коричневого оттенка. И добавляем 200 грамм сливочного масла. Масло уже у меня стало мягким. И все это взбиваем. Остывший заварной крем и мягкое сливочное масло достаточно хорошо взбивается. Видите, он получился густой. Крем еще чуть-чуть повзбиваю и поставлю в холодильник остужаться. Итак, бисквит у нас остыл. Его теперь поделим на 3 равных коржа. Делаем надрез. Одну третью сверху срезаем. Потом с помощью нитки разделим. В полученную вставляем нитку. И соединяем. Один корж готов. Оставшийся разделяем еще наполовину. Теперь будем собирать порезанный на корже торт. Смазываем кремом. Крем у нас остыл. Крем наносим довольно-таки толстым слоем, чтобы он хорошо пропитал бисквит. Теперь сверху кладу второй слой. Промазываю также кремом. То же самое поступаем с третьим. Этим же кремом хорошо промазываем края. Бока нашего торта. И оставим пропитаться хотя бы на час. Украсить можно как шоколадом, так мелко порезанными шоколадными конфетами. То есть наш торт получился полностью шоколадным. Готовый торт посыпаем сверху или шоколадом, или шоколадными конфетами. И убираем в холодильник на один час. Для того, чтобы крем полностью застыл. И коржи пропитались. Прошел час. Такой тортик у нас получился. Давайте посмотрим, что же получилось внутри. Вот такой очень аппетитный, шоколадный пражский торт у нас получился. Если вам понравился рецепт, не забывайте ставить лайк. И до новых встреч! Приятного чаепития!